Всем доброе утро! И да, я опять заспанный, да, я опять заспанный, но я... Ну что поделать, ребят, я снимаю реакции именно утром, потому что днём в машине нереально просто прожить, так как она превращается в дикую духовку. Вот, сегодня ещё повезло, сегодня как-то довольно прохладное утро, всего лишь плюс 20, поэтому я могу, наверное, тут вообще час просидеть целый, что, в принципе, наверное, я и сделаю, потому что у нас сегодня Алёна Швеция новым альбомом, и, честно говоря, Алёну Швец я обожаю, потому что она... У неё очень едкие, очень острые тексты, фразы и так далее. У неё очень чистый, пронзительный голос, и она, в принципе, сама по себе очень довольно интересная девушка. То есть, вроде милая, а вроде и у неё что-то внутри есть такое, знаете, прям вот дьяволёнок сидит. Поэтому, честно говоря, Алёна Швец меня подкупила ещё тогда, когда у неё вышел первый альбом, но узнал я о ней не сам, а узнал о ней с помощью своих друзей, вернее, подруги, которая мне просто взяла и скинула. Вадим, посмотри, послушай, это офигенно, я реально влюбился, особенно в песню «Ромочка». Это вот настолько... Вот я не знаю, как передать, но «Ромочка» этот трек, он меня просто... Выстрел в голову был. Вот. После которого я не мог прийти в себя несколько, наверное, недель и слушал этот альбом, потому что, ну, я не мог насладиться, особенно вот этой песней. Это было очень круто. И сейчас я дожил до того момента, когда у меня на глазах был второй альбом студийный у Алёны Швец. Он называется «Королева отстоя». Обложка у него следующего вида, рисованная. На самом деле, я не люблю, опять же, рисованные обложки, ну, ладно. Хотя в прошлое... Прошлая обложка её первого альбома «Проволока из удаланчиков», она была крутая, на самом деле. Ну, это пускай тоже будет. Значит, в альбоме у нас всего 10 треков и всего на 25 минут. Это хорошо, наверное. Вот, не затянутый, нормально. Ну и, конечно же, куда без нецензурной лексики. По-моему, всего лишь три трека здесь с нецензурной лексикой. Ну что, мы не будем долго тут разглагольствовать, да? Давайте перейдём к альбому. Первый трек «Скейтер». О, рыжий изумрудный парень, он где-то там в листве мелькает. Фанта и Никола в пластинке Дирола, чувствуем себя, как будто прогуляли школу. Эй, скейтер, мальчик, летний вечер, укради меня навечно в свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер, мальчик, летний вечер, укради меня навечно в свой заброшенный скейт-парк. На самом деле, несмотря на то, что я абсолютно молча послушал эту композицию, да, мне она понравилась. Единственное, конечно, меня она не зацепила, знаете, текстом и, в принципе, как-то... То есть, я не могу себя с ней соотнести, потому что как-то вот, ну, не моё здесь описывается. Ни состояние, ни образ жизни, ни так далее, ни окружение. То есть, не с чем даже себя как-то соотнести. Но мне очень нравится, как она... Эй, скейтер, мальчик, летний вечер. И вот, очень красиво она поёт, поэтому... И, в принципе, это всё под гитару было. Там ещё, по-моему, клавишные виды на заднем фоне очень такие лёгкие. Но я добавляю, потому что это очень красивый трек, и... Ну, вот как раз-таки под утро, или, наоборот, под вечер, или просто под прогулку, под какую-нибудь ты включил, и тебе уже нравится, у тебя уже атмосфера другая становится вокруг тебя. Вот, поэтому, Алёна, Швец, хорошо. Давай, дальше. Следующий трек в кабинете у директора. Первое сентября, ты сильно пахнущий спиртом, забытый маркер. Мама скажет, так нельзя. Для неё мы лишь друзья. За спиной все твердят. Я влюбляюсь всё сильней. Блин, это красиво. Привет, ты по пустому лесу, а я тобой просто одержу, ты моя бледная. Сокраж, принцесса, крови у меня, я вижу тебе. Так, кстати, я забыл упомянуть... Прости, Алёна. Я забыл упомянуть, что у Алёны есть некоторые тексты, когда она поёт не от лица себя, то есть она поёт от лица, допустим, парня какого-то. И это очень здорово, потому что я редко такое встречаю в российской поп-музыке и, наверное, в принципе, в поп-музыке, потому что, не знаю, это реально очень редко встречается, когда человек поёт не от своего имени или просто не от своего пола даже, а от другого пола, допустим, от мужского или от женского, да, если там, смотря кто, вот. От женского реже, наверное, встречается, от мужского почаще, но всё равно это интересно и очень неожиданно, когда ты слушаешь песню и потом понимаешь, что она совсем не от того лица, от чего ты всё это время думал. Не знаю, в каком-то смысле это прикольно. У Тейлор Свиф недавно была песня Бетти, и все говорят о том, что, скорее всего, она написана от лица парня, вот. Хотя я, допустим, точно подумал, что это от лица девушки было, вот. Поэтому у меня там мысли были такие, знаете, интересные, ну, не знаю, вот. То есть, любопытненько. Я всё гадал, где же здесь эксплисит? Ну, мат здесь. Ну, так, приплетён, конечно. Ну, ладно, хорошо. Следующий трек у нас... Да, я забыл сказать, что мне тот трек тоже понравился, я забыл поставить ему... Всё, теперь не забыл. Итак, следующий трек называется «Мемы». Любопытно. Мне такую песню написала. Слышь только до конца пор слушай. Хорошо. Пока ты листаешь книжки, я листаю мемы. У меня пакет, ведь ты болтаешь о любви, а я ногой болтаю. Ты мечтаешь поступить, я умереть. Мечтаю. Лай, ты сойди с ума, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как в саду крапива. Лай, лай, лай. Лай, лай, лай. Лай, лай, лай. Я люблю себе тату, тебе набьют. Я люблю группу тату, ты шик. Мой папочка, пар твень, твой папочка. Начальник за тобой закрою, ты отель закрой. Ебальник. Лай, 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 лай. Любишь ты, как ты делают, больно, больно. Тут переход, конечно, на биты и на более такой взвлекающийся продакшн. Очень прикольный на самом деле, серьезно. Вот, поэтому трек... Ну, мемы, да. Что сказать? Мемы. Мемы. Вот. Мне очень понравилась фраза, типа, ты сходи что-то там, да, а я схожу за пивом. Вот. Хотя, как ты можешь ходить за пивом, если тебе только 17 стукнуло? Вот интересно и любопытно. Ну, ладно, на самом деле. Следующий трек у нас является синглом «Молодая, красивая дрянь». На него есть клип. Клипа в этой реакции не будет. Не знаю, может быть, я его потом посмотрю. Но, так или иначе, он вышел. Я хотел сделать сначала на него реакцию, но потом подумал, что... Вернее, потом увидел новость про альбом и понял, что лучше все-таки альбом послушать. Слушаем «Молодая, красивая дрянь». Я разрушу всю твою жизнь. Я убью твою девушку так, что просто подальше держись. Молодая, красивая дрянь. Угрозы? Блин, вот мне нравится, как она с своим голосом делает, ну честное слово. Так, ну этот трек мимо мне на самом деле, как ни странно. Вот, потому что, не знаю, ну просто... Блин, у меня вот, не знаю, ощущение, как будто это что-то вот не то. То есть я слушаю «Алену Швец» и понимаю, что это тоже «Алена Швец». Но, блин, ребят... Да, простите, я сейчас немножечко тут протру свои глаза, чтобы видеть вас получше. У меня ощущение, как будто я слушаю альбом «Алену Швец», но ранний, до того, как вышел альбом, допустим, «Проволока из одуванчиков». Потому что проволока из одуванчиков, там такая атмосфера, там такой смысл, посыл, и в принципе там очень аутентично все сделано, и там каждый трек стреляет. Там каждый трек... На него можно просто брать, снимать клип, и самое интересное, что это все ощущение, как будто друг от друга треки отличаются. Здесь, наоборот, друг на друга треки все похожи. Ну вот, единственное, первый трек мне более-менее пока что заполнился, скейтер. Вот. Но остальные... Ну что ж такое? Так, это не «Алену Швец», это просто я проснулся, но так или иначе. У нас, по-моему, осталось еще пол альбома, да? Не теряем надежду, не теряем надежду. «Машина для убийств». Я машина для убийств, поздно не ходи, подумай, поберегись, ты один. Вырву твое сердце и залью в него бензин. Может, хоть тогда мальчишки смогут полюбить, как быть, если хочется... Блин, мне на самом деле кажется, что это отсылка к... Просто есть в прошлом альбоме у нее два трека. В первом, по-моему, «Ведь мальчики не любят, мальчики не любят», что-то такое это было, по-моему, в одном треке. Во втором «Глаза с разводами бензина». Я не знаю, возможно, это просто так связываю зачем-то. Но мне почему-то показалось забавным, что как бы тут она сразу две эти берет, то есть зальет в сердце бензин. Типа, может быть, тогда мальчики научатся любить, хотя, возможно, это просто из стереотипов взято, да? Как и там, как и здесь. Вот. Ну, не знаю, но все равно прикольно. Блин, че-то знакомое. Yellow bricks, lose the risk. Это эти, как их там? Arctic monkeys. Yellow, old, что-то там. Не помню трек, но мне напомнило очень. Так, ну, как ни странно, этот трек тоже мимо, потому что, несмотря на то, что он такой динамичный, мне он не зашел с первого прослушивания, я не знаю. Как-то я вот немного теряю энтузиазм по отношению к айбому. Ну, ладно, у нас всего пять треков, да, прошло, поэтому следующий трек шестой. Некрасивые глаза. О, костер. Так, вот этот трек имеет все шансы. У меня некрасивые глаза, некрасивая душа. Не проси сказать обратное, они смотрят прямо в ад и сверкают красной искоркой. Подойди, познакомлюсь с сатаной, ты свином или водой. У меня некрасивые глаза, я с тобой, но я одна. На зрачках зияют трещинки. У меня некрасивая душа. Не проси сказать обратного. Кстати говоря, вот этот трек мне понравился. Он напомнил мне старую Алену Швец, ну, старую времен проволоки с дуанчиком. Ну, я не знаю, вот простите, не могу я отделаться от проволоки с дуанчиком. Это гребаный шедевр. Вот гребаный шедевр. У меня больше, чем, знаете, уверенность в том, что я этот альбом не смогу нормально дослушать из-за того, что у меня остался бэкграунд прошлого первого альбома. Ну, даже, я не знаю, первый, он не первый, но просто он настолько хорош. Вот он настолько хорош, я не знаю. И после того альбома выпустить вот этот. Не знаю, возможно, это просто как отдушина. Возможно, это все-таки прям по-серьезки, по-серьезки записано. Но в таком случае мне нравится больше прошлый альбом, и слушать буду я в основном его. Ладно, ладно, идем дальше, идем дальше. Комплексы. Этот день я начну с того, что опять себя ненавижу. Да, я знаю и точно вижу свои комплексы наперед. Шрамы белые на запястьях заменяют давно мне счастье. На самом деле, мне не близка эстетика Алены Швец в плане всего этого. Белые шрамы на запястье, ты думаешь о том, чтобы уступить, я думаю о том, чтобы умереть, это все. Потому что... Не, ну, если по приколу, можно, да? Но... Серьезно, я не знаю. Я когда это слышу, меня немножечко так пробирает, потому что все-таки это довольно... Ну, это понятное дело, что грустно, но так или иначе все равно... Не знаю, как-то мне не по себе. Социальную жизнь и сласть Вот такой я во всем урод Подвисают живот и щеки Руки, бедра, бокали, ноги Все не скинули, килограмм сто Все, что люди говорят Все, что люди говорят Я превращаю в запись в дневнике Каждый пунктик на вертках Вся эта косметика, что от нее толку Ей нельзя нарисовать Самой себе любой 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 Одноклассницы мне в столовой Объявили какой-то сговор Нет портфеля и телефона На щеке задрожат слеза Чистыми слезами капал на футболку Криками в подушку Вырывался вновь Этот день я начну с того Что опять себя ненавижу Да, я знаю и точно вижу Свои комплексы наперед Без шуток Это пока что лучший трек На этом альбоме Во-первых, он самый глубокий На мой взгляд Тут описана очень распространенная Проблема комплексов Которые есть у всех Даже если вам так кажется Что не у всех На самом деле это не так Вот Один комплекс какой-то да будет Потому что есть общество И пока общество существует Существуют и комплексы По поводу этого трека Хочу сказать, что здесь очень Во-первых, и простым языком Но при этом очень Опять же, острый Как-то аккуратный Но при этом Очень Не знаю, что ли Очень злободневно И очень откровенно Это все рассказывается Потому что она Я на обложку просто смотрю Она мне как-то помогает Сконцентрируется на мыслях Не знаю, вот Мне понравилось то, как она Этот текст написала И его вообще В принципе спела И главная мысль в том, что Типа косметика Это все хорошо, да? Но косметикой Любовь ты не нарисуешь Вот, типа, сколько бы ты не красился Ну я, в смысле Про Лену Швец, да? Про девочек Ну вообще про кого угодно Кто красит, не красит Мне вообще пофиг Вот я к чему И что Как бы Крайся, не крайся Любовь тебе это все равно Не нарисует Вот Любовь ты себе этим не нарисуешь Поэтому этот трек Очень хороший был Вот очень хороший Хвалю Алену За такие треки И как раз таки Люблю Алену За такие треки Вот Ну все-таки Абстракции в виде Ромочки мне не хватает Поэтому Посмотрим, что будет дальше А дальше у нас курение убивает В принципе, по фактам все А мы как-то На медленную часть альбома перешли, да? Либо сейчас опять Какие-нибудь биты вступят Блин, мне нравится начало Снова я выгляжу плохо Как будто бы сдохла Еще вчера Кладешь свои руки К моей зажигалке И хочешь, чтоб я подожгла Флюорография Покажет чистый лист Скажи, откуда В легких бабочке Взялись Умрение убивает Ты поджигаешь Второй Я помогла тебе Выжить Но ты купился Другой Мне нравится голос здесь Очень такой Гранжевый Пипец на самом деле Очень такой Знаете, грязный Грязный звук Уф Это было хорошо Это было хорошо Я забыл поставить Да Сердечко Мне понравился трек В принципе, да Хорошо Неплохо Неплохо В целом Реально неплохо Серьезно Вот Тоже не Ролей Гостучи несу Тоже не Релейтабл трек Для меня Вот То есть я не могу Себе с ним Как-то соотнести Хотя может и смогу Не знаю Кто знает Что там дальше Правильно? Следующий трек Молоко Предпоследний Большая акустика у нас пошла Хотя у нас в принципе Здесь на протяжении всего альбома Довольно такая акустика Батарея не греет Сердце больше не бьется Упакуйте меня солнце Только чтоб не разбилась Меня носит метро Меня носит метро по углам По углам по пятам Петербурга От спортзала до турки В нежный день и в надежде поспать я снова Берю каждому слову Холодно 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 девочке осенью Листья падают Листья гнию Ночь случайно прольет молоко Где-то там Где-то здесь Белико Интересно Под молоком Что имеется ввиду? Звезды или что? Или какие-то облака ночные? Что? Что? Батарея по углам Петербурга От спортзала до турки Мне осталось немного Тоже хороший трек Тоже хороший трек Поэтому я тоже добавляю его Ну вообще На самом деле Ситуация с альбомом Я вам хочу сказать Она как бы Устаканивается Устаканивается Вот И последний трек Как рождается музыка И он самый длинный Хочу сказать Да Потому что здесь были Треки Не доходящие даже До двух минут Например тот же самый Молодая красивая дрянь А здесь у нас 3.36 Когда ты тот самый ребенок Не дается школа глупой Разной несуразной Не подходишь под каноны Внутри Кружатся бабочки Дохнут, падают Рождаются заново Когда Рождается музыка Рождается музыка Рождается музыка Умирает человек Экскюзми Ей что-то там И приятнее Ладно Жить с чужим В своей квартире Жить с чужим В своей квартире Офигеть Вот это строчка Хорошо Хорошо Хочешь тебя убить Прыжок со сцены Это временный суицид Умирает человек Умирает человек Я хочу заново стены Рождается музыка Рождается музыка Это по-моему первый раз Когда я слышу Одолеты Такой вокал Офигеть Умирает человек Умирает человек Понравился мне трек Хорошо Мне понравился трек Так 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 Мы переходим к дискуссии По поводу Алены Швец Итак Значит Мы имеем альбом Правильно? И у нас здесь Есть Следующие треки Которые я себе отметил Понравившиеся Скейтер В кабинете у директора Мемы Некрасивые глаза Комплексы Курение убивает Молоко И как рождается музыка Всего Восемь треков Из десяти Конечно Из них многие были Довольны с натяжкой Потому что Знаете Такой взгляд в будущее Когда я слушаю трек И понимаю Что в будущем Он мне точно понравится И я буду его заслушивать Он меня зацепит Так далее Так далее Чтобы его потом Где-то не искать Я просто его добавляю себе И облегчаю тем самым Задачу и себе самому Да И приближаю Степень Как сказать Понравившись Нет Как это Как это Как это нужно Сказать И приближаю Вот этот самый момент Когда мне этот трек понравится Потому что Чем чаще он мне будет попадаться В принципе это разумно Логично Правильно Потому что Все-таки треки Как бы Если они заедают То они Как бы тебе уже Автоматически нравятся Потому что Ну все Он заел тебе Но я Пытаюсь делать так Чтобы мне заедали Те треки Которые я хочу Чтобы мне заели Вот То есть допустим Эти треки я добавил Я поэтому Хочу Чтобы они мне чаще попадались Вот это логично Вот Касательно Самого альбома Алена Швец На самом деле Меня Слегка Разочаровала Вот честно скажу Потому что Опять же Я не могу Не возвращаться К альбому Проволока Из-за дуванчиков Потому что Это Все Это шедевр Это Это вот Просто Один из лучших Альбомов Русскоязычных Которые я слушал Возможно Лучший Русскоязычный Альбом Прошлого года Вот Это Настолько Хорошо Насколько Возможно Но Этот альбом У меня У меня Язык не поднимется Сказать что он Лучше Во первых Да Даже если Это не нужно Говорить Потому что Зачем сравнивать Это просто Два альбома Но По ощущениям Я больше удовольствия Получил От прошлого альбома Чем от этого Поэтому Ну Окей Даже Песни Если там я Ну я там тоже Не все сразу добавил Но потом Добавил все Хотя мне некоторые Песни не близки Но потом я с ними Свыкся Но Посмотрим Что будет здесь Вот такая вот У меня В общем-то Реакция на альбом Делитесь Своими эмоциями Делитесь Своими мыслями По поводу альбома По поводу самой Алены Швец И по поводу Конечно же Всего остального Что я тут наговорил Согласны вы Не согласны Какие песни у вас Любимые Какие Может быть Альбомы у вас Любимые Алены Швец Их вроде как Немного Но так или иначе Считайте ли вы Что проволока Без дуанчиков Это вообще Ну просто Я не знаю Произведение Искусства Отечественной музыки Вот Современной Отечественной музыки Поэтому Если вы так считаете То пожалуйста Пишите мне интересно И Вообще Пишите комментарии Вы не пишите комментарии Это грустно Вот Сижу тут Сам с собой Разговариваю Ну так или иначе Я не знаю Опять же Обзор получился Смешанным Возможно Кому-то он не понравится Но вот это мое мнение Поэтому Как-то так Но мы увидимся С вами в следующей реакции Всем пока